Дорогие зрители канала Европлант Лайф, приветствуем вас в Ботаническом саду Петра Великого. Наконец-таки он открылся и сегодня у нас в гостях опять ваша любимая Наталья Завидзе. Здравствуй, Наташа. Добрый день. Ну, я так понимаю, что не просто так коллекционер пионов и куратор выставки пионов у нас сегодня стоит в кадре. Расскажи, Наташа, чему вообще посвящено твое появление здесь сегодня? Ну, дело в том, что совершенно правильно, как ты уже сказал, что только что открывается буквально день-два и ботсад у нас будет опять открыт наконец-то. Поэтому мы здесь готовим небольшой сюрприз. Мы таки все-таки покажем самые поздние пионы, которые у нас есть еще в наших садах. Поэтому, наверное, вот на эти выходные можно прийти в ботсад и их увидеть. Наташа, ты уточни, какие числа? 4-5 июля, два дня в ботсаду мы сможем показать самые поздние пионы, которые еще цветут в наших садах. А главное, мы их сможем понюхать. Прекрасно, да, все хотели, да, все очень требовали, что мы с тобой не рассказали про запахи пионов. Да, поэтому, ну, дело в том, что мы с тобой говорили про ранние пионы, а ты, как помнишь, там не все хорошо пахнут. Не все. Да, не все. И мы так иногда вот опускали запахи, да, поэтому... А сейчас будем нюхать каждый пион. Прекрасно, да, я уже сегодня выгружал огромную корзину пионов у тебя из машины, и там действительно стали очень сложные ароматы, интересные. Попробуем сегодня вам хотя бы немножко рассказать про ароматы и показать чуть-чуть пионы. Ну, покажем их совсем чуть-чуть, поскольку сейчас экспозиция только монтируется, немножечко все в таком творческом беспорядке, поэтому, ну, обязательно вам нужно прийти и посмотреть, если есть такая возможность. Если нет, постараемся хоть как-то вам компенсировать. Ну, да, и самое главное, что у нас в этом году в связи с событиями всеми известными будет немножко новый формат. Обычно мы это показываем в так называемом зеленом домике, а в этом году у нас это все будет на улице. Ну, прекрасно, да. Главное, чтобы погода не подвела питерская. Немножко думаем, как это все получится, но надеюсь, что все будет хорошо. Ну, все, пойдем к пионам. Пошли. Ну что, Наташа, вот ты опять собрала мне букет, жаль, не получится его на этот раз забрать с собой. Ну, что остается только понюхать, наверное. Расскажи им про пионы, которые ты выбрала. Ну, вот смотри, хочу показать вам, что еще, поскольку у нас коллекционеры находятся в разных областях нашей Ленобласти, то у некоторых в саду еще цветут вот такие замечательные гибриды, которые мы видели у меня в саду, но у меня они уже все давно отцвели, но на выставке мы немножечко их покажем. Вот совершенно замечательный сорт Carol. Понюхай, но он практически не пахнет, да? Ну, так слабо-слабо, да. Слабо-слабо. Ну, это такой вот ярко-красный большой гибрид, вот тоже с бутоном очень часто в центре бывает. Они, на самом деле, бывают и похожие, и Red Grace, и Red Chime Carol. То есть это такие большие красные яркие цветки. А вот из другого сада, мы у меня в саду видели Red Grace, вот тоже на севере области еще прекрасно он цветет. И мы сможем показать. Наташ, ну тоже слабо пахнет. Они не очень хорошо пахнут, да. Не все хорошо пахнут. Впечатли меня каким-нибудь ароматным пионом. А вот смотри, вот его уже видим. Так, ну это моя вообще любовь, я обязательно заведу себя в саду. Это жемчужная россыпь, и это вообще у меня до сих пор распускаются мелкие бутоны, вот которые у тебя были на веточке. Так вот я тебе хочу сказать, это я привезла из своего сада. То есть это уже практически две недели, и мы обрезали центральный бутон, и прекрасно еще цветет на кусте большое количество мелких боковых бутонов. Но они полностью себя показывают. Ну вот наша отечественная селекция. Да, и кстати ароматный. В СССР, и он до сих пор как бы, ну совершенно такой топовый пион, да. Да. Но сейчас, конечно, уже время таких вот душистых поздних пионов. Вот старый совершенно сорт, Кельви Глориолус. Ну, понюху, как он пахнет. Белый пион-пион. Да, у него такой интересный запах. Да, может быть, у него несовершенная розовидная форма, но запах совершенно замечательный. И тоже такая веточка-букетик, да? Да, но он высокий, поэтому, конечно, тоже ему нужна подпорка. Но один из самых душистых пионов. Замечательный лавон, посмотри какой. Как сорт? Лавон. Лавон. Прекрасно, слушай, вообще очень необычный цветок. Да, это корончатая форма цветка, высокие, 110 где-то. То есть тут идут лепесточки, эстаминодии и опять лепесточки. И опять корона, да, из лепестков вот такая получается. За счет это такой крупный цветок. Очень хороший. Ну, тоже так слабенько достаточно. Слабенько, но он эффектно выглядит. Выглядит вообще подрисающе. Но подпорка нужна, конечно, да. Вот хочу вот про вот этот сорт немножко рассказать, понюхай. Давай. О, совершенно прекрасно. Очень душистый, да? Очень душистый, да. Он у нас в садах есть. Практически я встречала сады Ленинградской области, где есть только один пион и вот такой. И мы очень долго не могли узнать, как же его настоящее имя. Отказаться я тоже не могла вот в своем саду от этого пиона, потому что, ну, запах фантастический. Один из самых душистых, на мой взгляд. Конечно, он срезочный. Конечно, он тоже должен стоять только на подставках. И, о чудо, мы нашли в старых записях Ботсада, как этот сорт называется. Потому что он есть в коллекции Ботсада. Это тоже очень старый сорт. Называется он Мадемуазель Леоникало. К сожалению, не нашей селекции, но давно у нас обосновавшийся, значит. Да, да, очень распространенный, потому что это еще, ну, ему уже больше 100 лет этому сорту тоже, и очень хорошо он себя чувствует. Прекрасно нарастает, замечательно цветет, много боковых бутонов дает, которые тоже себя показывают. Поэтому, если где-то найдете его, то можете с успехом использовать в озеленении сада. Наша селекция тоже, в общем-то, можно посмотреть и чем-то похвастаться. И наша селекция. Юбилейный. Да, не пахнет. Не пахнет? Да, но... Надеюсь, у меня не коронавирус. Нет, слушай, он, правда, не пахнет, но он огромный такой вот пион. Достаточно широко распространенный. Сорт называется юбилейный. Да, к сожалению, без запаха. Но цветок очень большой, где-то 20 сантиметров. Антарктида. Наша селекция. Вот это Антарктида, наша селекция. Да, 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 да. Ну, такой слабый аромат. Но очень красивый. Ну, такой не совсем пионовый. Белоснежные цветки. И достаточно, мне кажется, сильный стебелек, да? Он непоникающий. Неплохой сорт, да, да, да. Махровый. Но все равно нужно подвязывать, конечно. Все равно нужно немножко подвязать, потому что махровая шапка. А вот этот, слушай, меня сорт просто потряс в этом году. Первое цветение. Ну, еще достаточно, конечно, редкий в наших садах. Это как раз то, о чем я тебе говорила. Селекция абсолютно такого непрофессионального, какого-то там научного работника. Любителя. Да, любителя. Это селекция Елисеева. Сорт называется Лаурита. Ну, это первое цветение, уже почти 20 сантиметров. Что будет дальше, я даже боюсь, представлю. Ну, вот это самое большое, по-моему, из всего букета. Да, да. Ну, вот у нас еще есть тоже, мы покажем. Это тоже пахнет, между прочим. Да, да, кстати, он еще очень хорошо пахнет. Да, это правда. Вот, Лаурита пока сегодняшний лидер. Тебе нравится, да? Того, что ты мне показала, да. По крайней мере, я не видел этот сорт. И знаешь, мы, когда снимали, многие спрашивали, у тебя очень похожие цветы вот такого цвета. Все спрашивали сорт. Нет, это не он. Нет, 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 нет. Это еще он поздний, он будет поздний. Он цвести будет не так. Вот сейчас еще. Ну, вот цвет шикарный. Цвет, размер, запах. То есть вообще по всем критериям. И стебель достаточно мощный. Ну, он тоже высокий, но нужно дождаться, чтобы его коллекционеры размножили, и тогда, наверное, можно. То есть пока что как бы сложно будет найти. И тут еще вот осталось один пион. Это тоже не наша селекция. Сорт называется Диннер Плетт. Поздний, тоже такой очень милый. Даже, я бы сказала, свадебный какой-то. Ну, тоже практически не пахнет. Но он милый. Интересная колористика, потому что там тоже то ли лепестки, то ли стаминодия желтенькие пробиваются, да? Да, тоже корончатая форма будет. Когда будет отцветать. Она тогда, вот когда уже в момент отцветания, тогда она более корончатая. Но это не все, конечно, пионы, которые мы покажем. Буквально тут я тебе собрала какие-то вот самые, может быть... Ну, мы напомним, что это все как бы срезка, и выставка будет продолжаться, поэтому всего два дня, выходные. Да, на улице. Надо скорее бежать и успеть это все посмотреть, пока это вот действительно в красивой форме. Наташ, ну я же хотел еще у тебя узнать про это-гибриды. Слушай, а вот сейчас давай мы пригласим Женю нашу, нашего коллекционера. Она тоже расскажет о пионах своей коллекции, а ей есть что показать, поверь. Отлично, спасибо большое. Итак, у нас сменился спикер. Вместо Натальи Завиди к нам пришла тоже очень крупный коллекционер Евгения Кузнецова. У Евгении, насколько я знаю, больше двухсот сортов в саду растет. И сегодня она на выставку тоже принесла свои пионы. Здравствуйте, Женя. Здравствуйте. Расскажите нам о своих любимых сортах и о том, что вы привезли. Ну, Наталья Владимировна немножко уже анонсировала мое выступление, поэтому я начну с итоги бридов. Это один из самых известных итоги бридов сорт Барцелло. Наилетчайший цвет для пиона желтый. Именно ради этого цвета гибридизаторы старались получить именно итоги бриды, именно эти пионы, потому что, как вы видите, остальные пионы далеки от желтого. И этот сорт был получен в Японии, и сейчас вот нас радует. Он замечателен всем. И тем, что у него необыкновенная листва. Тем, как он смотрится после того, как уже отцвел. Он не портит сад. Он очень красив. У него замечательный запах. Мы уже, да, смогли с вами оценить. Кстати, надо обязательно, да. Запах, слушайте, прекрасный. Я совершенно не похож на то, что мы не приедаем. Мне кажется, немножко даже он пахнет лимоном, да, что-то цитрусовое такое. У него какая-то горчинка такая, да, цитрусовая. Вот действительно. Я думаю, может быть, это из-за того, что цвет. Да, да, да. А на самом деле и правда есть какой-то такой легкий цитрусовый аромат, совершенно необыкновенные пионы. Да, одновременно на кусте где-то у меня распускается порядка 25 цветков. 25? Это сколько лет такому кусту? Лет 5, наверное, ему. А, то есть за 5 лет это нарастает такой шикарный, роскошный куст. Но вот хотелось бы как раз спросить, преимущество ито гибридов, оно заключается в том, что быстро нарастает куст? Достаточно быстро. Ну, наверное, это все-таки, я говорю, зависит от сорта конкретно, потому что есть и то гибриды, которые не так быстро нарастают. Но вот именно борзелла хорошо нарастает. Они, ну, для меня достаточно ландшафтные, потому что они не теряют форму, они почти не требуют подвязки. Они в любую погоду сохраняют красоту свою. То есть не падают от того, что их размыло дождем, раздуло ветром. Не нуждаются в подпорках, конечно. Да, не нуждаются в подпорках. И, что очень важно, после цветения этот куст очень декоративен. У него вот эта резная такая листва, она все равно к себе привлекает внимание. Осенью даже немножечко рыжеет. Ну, такая у нее очень красивая осенняя краска. Поэтому этот куст будет декоративен всегда, начиная от отрастания и заканчивая уже полным увяданием осенью. Скажите, какая-то агротехника может быть особенная? Нет, у него точно такая же, как у остальных пионов агротехника. Ничего такого, наверное, особенного нет. И, опять же, по моему опыту, он реже болеет всякими гнилями, вирусами и всем тем, чем болеют наши все обычные пионы. Ну, и по морзостойкости он такой же, как и обычные. Да, ни разу. Даже самые сложные зимы, которые у нас были, там то намерзнет, то оттает, то намерзнет, то оттает. Они у меня вот... Ну, у меня где-то не так много и то гибридов. Шесть, наверное, у меня всего сортов. Но ни один из них не пострадал ни разу. А скажите, а вот бывает, что на одной веточке тоже образуется несколько бутончиков? Нет, в основном они... Одиночные? Да, одиночные. Но они цветут не разово, то есть не так, чтобы вот раз он зацвел, и потом все, отцвели. Они постоянно выпускают новые бутоны из новых побегов, так как это гибрид все-таки с древовином, бионом, да, у него постоянно образовываются новые пионы. То есть более продолжительный срок цветения, наверное, у него, чем у обычных пионов. Ну, вот я видел, да, у некоторых, что уже семенные коробочки есть, а у других еще только бутончики спускаются. За счет этого более длительное цветение. Да, да, точно. А вообще эти гибриды тоже по колористике совершенно разнообразные, но они, по-моему, все вот так же, как и древовидные, имеют два цвета. То есть центральная серединка. Вот еще у нас тут представлен всего, на самом деле, в этот раз на выставке представлены два, и то гибрида. Борцелла и вот этот сорт Королуиза, тоже редкий для пиона по окраске. Вот у него такой сиреневый, фиолетовый. Вот цвет, без запаха. Без запаха? Да. Тест. Ну, тоже нет, я бы не сказал, что прям вообще без запаха. Что-то есть, да, такое. Ну, конечно, да, не ради запаха стоит покупать, конечно. Ну, да, вот Борцелла, он однозначно очень ароматный. Этот такой просто, ну, слегка легкий такой аромат. И, ну, вот он тоже мне очень нравится. Он достаточно необычный по своей окраске. Он пониже, чем Борцелла. Ну, тоже очень неприхотливый, в своей арготехнике прекрасный сорт. Вот. Ну, и так как в этом году у нас поздновато вся эта история с нашей экспозиции случилась. Ну, к сожалению, да. Поэтому, да, это гибриды в основном у нас все уже отцвели. И хотелось бы рассказать о еще одном замечательном цветке. Ух ты, какой гигант. Да. Это Светлана Седул. Наша селекция. Наша селекция, да. Очень замечательный сорт. Все практически, кто его видит, когда у меня в саду его увидят, здесь на выставке, вот в прошлом году впервые я его принесла, видели. Все его сразу хотят, потому что это вообще нечто... Очень толстые побеги. Так, да, просто, слушайте, пион богатырь, да, очень толстый стебель, просто он тяжеленный бутон. Запаха практически, правда, нет, но зато, зато у него есть бутончики еще здесь на ветке. Я даже вообще боюсь подумать, какой бы он был размером, если бы мы эти боковые бутоны удалили. Я хочу в следующем году над этим провести эксперимент и посмотреть, какой же мы вырастим его, если удалить боковые бутоны. И у него изумительный цвет, он не пахнет, но по своей красоте, именно вот таких нежных пастельных пионов, для меня он на сегодняшний момент, наверное, самый лучший. Ну, неужели тоже без подпорки стоит? Да, он стоит без подпорки, потому что он относительно невысокий, там, сантиметров, наверное, 80 в высоту, и у него очень такие массивные стебли. То есть это абсолютно ландшафтный пион? Да, да. Ну, единственное, что он, конечно, нарастает уже не так быстро, как хотелось бы, да. Если бы он нарастал быстрее, мы бы его уже могли бы размножить, распространять. Ну, всегда какой-то есть подвох, и иногда этот подвох заключается в стоимости. Когда это в нарастании куста, ну, мы немножечко подождем. Жень, большое спасибо, я надеюсь, что на выставку на вашу завтра все придут, надеюсь, что и вы, Наталья, будете тоже здесь присутствовать, и зрители наши, которые придут, смогут задать вам свои вопросы, и вы им расскажете всю информацию. Я боюсь, что мы не успеем подписать сегодня все сорта, вот, чтобы выпустить ролик в ближайшее время. Ну, я думаю, что те, кто придут, вы им расскажете, покажете, где приобрести, и ответите на все вопросы, которые мы сегодня не успели задать. Спасибо вам огромное. В большом удовольствии. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»